Встреча торпедовского руководства с активом фан сектора та самая обратная связь. Болельщиков поблагодарили за поддержку и пообещали содействовать развитию их инициатив, а фанаты пообещали в свою очередь обеспечить поддержку команде на каждом выездном матче, ну и домашнем, разумеется. Разговор состоялся по инициативе президента торпеда Олега Кондрашова за час до открытия нового хоккейного сезона в Нижнем Новгороде. Я считаю, что болельщики это как раз те люди, для которых мы играем, для которых играет наша команда и встречаться с болельщиками обязательно нужно. Иногда объяснить, что происходит, какие сложности, потому что часто я читаю различные обращения, я вижу, просто ребята не понимают ту проблематику, которая происходит, и здесь обязательно нужно общаться. Ну и конечно же нам очень важна поддержка болельщиков на поле, на стадионе, за пределами стадиона и в горести и в радости, то что называется, мы должны быть вместе. Матч открытия это всегда неповторимая атмосфера, а после масштабной селекции торпедовских поклонников любопытство от вопроса, какие плоды принесет тяжелая предсезонка, «Распирает вдвойне». Стартовый мандраж, особенно когда открываешь сезон перед своими болельщиками, неизбежен, и пока торпедовцы справлялись с волнением, гости захватили инициативу. И свое двукратное преимущество по броскам в первом периоде, 14 против 7, Салават Юлаев воплотил в счет 2-0. Во втором периоде маятник качнулся в другую сторону, торпедовцы заиграли агрессивнее, заставили гостей нарушить правила трижды в течение пяти с половиной минут, и в одном из розыгрышей большинства Тим Брент сокращает разрыв в счете. А ближе ко второму перерыву равновесие было восстановлено, причем торпедовцы отличились, играя в меньшинстве. Решающей стала ошибка у фимского вратаря. Яра Тарки слишком далеко выбежал на перехват шайбы, в итоге Вячеслав Кулемин поражал уже пустые ворота. Немножко мы, опять же, по мне, непонятным причинам начали робко, дали противнику слишком много пространства, там есть очень хорошие скоростные нападающие, техничные, а начали пятиться, да, и потеряли нить игры в первом периоде. Робко сыграли, ну, не свойственно нашему стилю игры, не свойственно то, что мы тренируем, то, что мы хотим играть, просто откатились, просто откатились. Во втором периоде начали просто кататься, играть погрессивнее в зоне атаки, не давать противнику столько пространства, но игра немножко поменялась. В третьем периоде обе команды начали осторожничать, доигрались сначала до овертайма, затем до булитной серии, которая растянулась на 20 бросков. Решающим стал бросок экс-торпедовца Дмитрия Макарова, принесшего победу своей новой команде. 3-2 в пользу Салавата Юлаева. Понятно, что игра была первой для обеих команд, да, что игра носила такой немного пенервный характер, да, если мы сыграли здорово в первом периоде, да, то в втором периоде здорово сыграла торпеда. И третий период был обеих до острова, и, в общем, то, что игра дошла до логического завершения, до булитов, да, наверное, в этом, как сказать, есть аналогичность. Следующий соперник нижегородцев – Челябинский трактор. С финалистом прошлогоднего Кубка Гагарина команда Петереса Скудры встречается 8 сентября. Владимир Широков, Торпеда ТВ